Скромный ученый с улыбкой говорит своим почитателям, что же я создал? Ничего. Человек не изобретает силу, он направляет ее. Наука заключается в подражании природе. Все бедные доли, сестры, у них одинаковый язык, одинаковое великодушие. Великодушие тех, кто ничего не имея, щедр на чувство и жертвует своим временем и собою самим. Нет того знания и такой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Что я им сделал, подумал он. Обычные слова неудачников, слова людей слабохарактерных, недальновидных, не умеющих заглянуть в будущее. Страх, мой милый, одна из основ общества и отличное средство добиться успеха, особенно для тех, кто ни перед кем не опускает взгляда. Светское общество изгоняет из своей среды несчастных, как человек крепкого здоровья удаляет из своего тела смертоносное начало. Я был жертвой чрезмерного честолюбия. Я полагал, что рожден для великих дел и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. Нередко встречаются мужчины, которых глубоко трогает страдальческий вид женщины. Им кажется, что печаль порука постоянства любви. Жизнь скряги – постоянное упражнение человеческого могущества, отданного на служение личной выгоде. Брак – это таинство, в котором мы приобщаемся только к огорчениям. Оборачиваясь спиной к истине, юность не решается взглянуть на себя в зеркало совести, тогда как зрелый возраст в него уже смотрелся. Вот и вся разница между двумя этапами жизни человека. Помешать кому-либо трепать языком, то же, что помешать реке течь. Гений орошает свои творения слезами. Когда женщина начинает каяться в слабостях, она как будто губкой проводит по своей жизни, чтобы все стереть. Живя уединенно, женщина никогда не сделается провинциалкой. Всякая газета – это лавочка, где торгуют словами любой окраски по вкусу публики. Со временем душа непрерывно оскверняется сделками с совестью, мельчает. Пружины благородных мыслей ржавеют. Петельные крючья пошлости разбалтываются и начинают вращаться сами собою. В истинном таланте всегда все просто, открыто. Он чистый чушь с сомнением. Его эпиграмма приятно волнует ум. Никогда не бьет по самолюбию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова